Я не права. Мартин не любил её. Я знал это. Он мне сам об этом говорил. Он тебе говорил? Да. Тебе и её брату? Гордон, я не верю тебе. А зачем мне лгать? Мартин сам говорил мне об этом. Он привык доверять мне всё. Неправда. Он считал тебя нутным и нададливым. Вот это же неправда. Нет, правда. Он мне сам говорил, когда я ему привезла эту шкатулку в ту самую субботу, что ты у него ночевал, и ему требовалось огромных усилий, чтобы от тебя отделаться. Это всё ревность. Ты всегда верновала Мартина ко мне. Неправда. Это ревность. Это ревность. Если я был такой надоедливый, зачем ему нужно было упрашивать приезжать к нему в коттедж, а? Ты сама. А статья тела ему своей любовью. Да, он мне сам об этом говорил. И даже просил поговорить с тобой, чтобы ты наконец оставила его в покое. Я уже собирался сделать это, и он уже сострелился. Это неправда. Ах, неправда. Ты выдумал что-то отвратительную ложь. Сказал, когда ты приехал мне на в коттедж, а? Ты выдумал что-то отвратительную ложь. Послушайте, вы оба. Я не могу этого больше слышать. Вы кричите друг на друга, словно двое сумасшедшие. Я понимаю тебя, Фреда. Я сочувствую тебя. Ну, ради бога, помолчи. Это невыносимо. Ну, а что касается теля, Гордон, то ты не пьян. Ничего подобного. Я так же треск, как и ты. Тогда веди себя соответствующим образом. Ты, в конце концов, не ребенок. Я знал, что Мартин был тебе друг другом, он не был мне другом. Тебе видно течет рыбья кровь. Мартин был единственным человеком на свете, которого я действительно любил. Я бы для него сделал все что угодно. Пять тысяч футов. И ты подумаешь, я бы украл у него пять тысяч футов, только попросил меня об этом. Мартин был самый замечательный человек на всем белом свете. Да, иногда я его ненавидел. Иногда он изводил меня в конец своими насмешками. Но это не важно. Не важно. Потому что он был Мартин. Я бы предпочел быть с ним, если бы он только хотел, чтобы он смехался надо мной, чем быть с кем-нибудь другим. Но как он умер, мне все равно. Я не живу, я существую. А как же... как же Бетти? Она сама себя позаботит. Вот это как раз то, что она не может и не должна. Мне кажется, ты обязан это понять. Чего не обязан? Я знаю, Бетти гораздо лучше, чем ты. Да как раз на всех и вся. Ты знаешь, лучше, чем кто бы то ни было. А что я могу поделать, если Мартин относился ко мне лучше, чем к тебе? Вы что-то станете? Ну-ка, прекратите! Прекратите, Белок. Неужели вы не видите, что он это делал со злым умыслом, исключительно для того, чтобы позабавиться? Нет, не видим. Мартин был не таким. Да, совсем не таким. Поискают еще такого искреннего простого человека. Никто не собирается это утверждать. Но он не брал денег и не перекладывал вину на других. Мы будем начинать все сначала. Я с вами согласна, но я хочу, чтобы Гордон и Фреда поняли, что нет ничего глупее, чем спорить из-за того, что им когда-то сказал Мартин. Он был прирожденный интриган и коварен как кошка. Это одна из тех причин, по которым я его ненавидела. Вы его ненавидели. Простите меня, Роберт. Мне тяжело об этом говорить, но я относилась к нему с отвращением. Вы должны были это заметить. Я видел. И вы были правы, Олла. Мне кажется, всегда правы. И вы единственные, кто выйдет отсюда сегодня, такой же незапятанной такой и машиной. Войду, что это не пятно. Это не ест. Из-за этой прокатой шкатутки началась вся эта мура. Котовка пустяки. Я знал, что вы в тот вечер были у Мартина. Откуда вы могли знать? Я был в своем коттеджике. А вы помните автозаправочную станцию, где дорога разыгряется? Вы останавливались там в тот вечер, чтобы заправиться бензином. И мне сообщили, что после этого поехали в сторону полсенера. Так я и подумал, что вы были у Мартина. Вы же не могли поехать в другое место. И вы знали об этом все это время? Все это время. Полагаю, бесполезно спрашивать вас, Стентон, почему вы до сих пор об этом даже словом не обмоглись. Совершенно верно. Мне кажется, и так достаточно исповерился на вашем допросе. Однако я хотел бы знать, я только больше. Ведь почему-то меня таскали, везде допытывались, знал ли я то, знал ли я это. Боже мой, это я претерпел даже не будучи к последним человеку, с которым разговаривал Мартина. Фредда была у него после чая, а Олден вообще поздно вечером. Может быть, даже в самый последний момент. Олден поведала нам, отнюдь не все. Она сказала, что приехала в коттедж к Мартину, чтобы выяснить насчет этих денег. Сказала, что подозревала Роберта в краже этих денег. И Мартин думал так же. Вот и все, что нам пока известно. Да, мы не знаем ни о чем они там говорили, не как долго она там была. Мы вообще ничего не знаем. Это ее счастье, что она не попала в лапы в следователь, иначе из нее мы же там мигом вытянули всю правду. Мне кажется, пришло время выйти с нами по откровению. Бетти, в чем дело? Я думал, ты уже легла в постель. Мы тут говорили обо мне. Я знаю, не скрывайте. Я хотела лишь спать. Я же начала раздеваться, а нас затем не удержала. Ни слова мы о вас не говорили, и нам всем хотелось сберечь вас. Ну, о чем же вы тогда говорили? Началось все с пробавших денег. Ты имеешь в виду тех, которые взял Мартин? Мартин их не брал. Мы теперь это знаем. С Тентом взял эти деньги. Он сам в этом признался. Признался? Ну, может быть. Мне очень неприятно так низко пасть в ваших глазах, дорогая Борис. Но сегодня вечер откровенное признание. Я бы вынужден согласиться, чтобы взял эти деньги. Ужасно неправда ли? Почему-то вы разговариваете с претейсом таких донах. Ну, а если Мартин не брал этих денег, то почему он застрелился? Да мы хотим выяснить. Оллен была у него последней. И знала, что он не брал эти деньги. Она нам только это и сказала. Еще я вам сказала, что он подозревал Роберта в их краже. Он вам и виду не показал Оллен. Но он мучился и страдал от этого. Как я был глуп. Я должен был прямо пойти к Мартину и передать ему все, что мне сказал Стэн. Если это правда, тогда настоящим виновником смерти Мартина является Стэн. Правильно. Ерунда. Нет, не ерунда. Неужели вы не видите, что она делала? Не вижу, потому что не верю в это. Да вы просто не хотите в это твоих проверить. Вот и все. Да не болтайте, чепухи. Неужели вы не видите, что у Мартина была другая причина для самоубийства? Нет, до самоубийства Мартина довели моя глупость. И ваш отход была и ложь, Стэн. Я никогда не прощу вам того, что вы сказали Мартину. Клянусь Богом, никогда. Вы все примратно толкуете случившееся. Нет, примратно проклят. Вы же, вы же, вы же, вы же клянули Мартина до самоубийства. Одну минуточку, Бордон. Мартин мне застрелился. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ